АПЛОДИСМЕНТЫ Дальше мы смотрим на капу, просим улыбнуться, наличие капы. Смотрим на перчатки, на ладонь. Разрешается пинтовать боксерскими пинтами, но запрещается тейпировать. То есть пластырем тейпировать нельзя. То есть мы это проверяем, смотрим, кругом перчатки. Это перчатки по мужикам для боевого самбо. Ударно-захватные перчатки это по правилам юношей. Только такие перчатки по версии Динамо, рукопашного боя, допускаются. Такие вот накладки ММАшные, Союз ММА, не допускаются. Допускаются только перчатки версии Динамо, либо в цвет кубки, либо нейтрального цвета. То есть синие перчатки под красную кубку мы одеть не можем. Точно так же касается шлема по динамским правилам. То есть шлем может быть полностью закрытый, черный, белый и так далее, но не противоположного цвета кубки. Значит дальше, что у нас идет. Перчатки проверили. Наличие бандажа. Бандаж должен у вас иметь твердый, что в мужиках, что в южных. Значит проверяем коленом, либо просим его постучать. Дальше проверяем накладки на ноги. Они должны закрывать голеностоп и боли. То есть потрогали, мягкие, то есть там никаких железаков не стоит. Все, значит спортсмен готов выступать. Значит какие удары у нас существуют? Какие удары разрешены у мужика? Значит удары от любой части кулака. То есть на лоб машину, вперед, боковые. Нельзя бить основанием ладони. То есть наноситель вот таких ударов. Нельзя бить открытые перчатки. То есть по щечину там, боковой части и так далее. Это бить нельзя. Запрещенный удар. То есть каждый удар должен быть кулак-жат. Значит по мужикам можно бить локтем, можно бить головой, можно бить коленом голову, по корпусу, по ногам. Значит в юношах мы бьем точно так же руками, но нельзя бить головой, нельзя бить коленом голову. Колено мы бьем только по корпусу юношам. Нельзя бить локтями. То есть в юношах у нас более прощенные правила. Так, давайте перейдем к нокаутам и нокдауну. Значит, что у нас считается нокдауном? Это временная потеря, ухудшение физического состояния спортсмена в результате пропущенного удара. То есть если после удара у нас соперник ваш теряет равновесие, падает, не может встать и так далее. Если я бью, был случай на чемпионате России, когда спортсмен наносит удар и при этом отворачивается, то что больно показывает, что он ударил, нанес удар. Это не вследствие пропущенного удара. Мы не можем открывать счет в этот момент. Открываем счет только вследствие пропущенного удара. То есть я его ударил, да, он упал, грубо говоря. Либо пошатнулся, подсел. Открываем, начинаем читать. Любой случай, вот вы увидели удар, он упал, падает. Мы запоминаем, во-первых, на какую часть тела он падает, потому что это идет техническое действие из стойки. То есть упал он на бок, грубо говоря, после удара. Оцениваем это в 4 балла. Сразу же начинаем считать. Считаем 1, 2, 3, 4. Досчитываем до 8 в любом случае. Он принимает боевую стойку. Проверяем его кулаки, чтобы он был готов, смотрим. Можем попросить его шагнуть, понять, готов он биться или не готов. После этого мы оцениваем. Сначала мы оцениваем удар. То есть вследствие удара это нокдаун. Нокдаун оценивается в 4 балла. После этого мы оцениваем бросок. Также в 4 балла его, в 2 балла его, в балл. В зависимости от он, на какую часть тела он упал. Что такое нокдаун? Нанес удар. Он чуть подсел, потерял равновесие, потерялся в пространстве. Либо я наношу удар, нанес, он отвернулся, закрылся. Здесь я продолжаю наносить. Это тоже отчитываем нокдаун. Он закрылся вследствие пропущенного удара, значит ему больно неприятно. Если я нанес лоуфик, он схватился за ногу, начинает шагать, либо не может наступить на ногу. Это тоже нокдаун отчитываем. Если мы ударим, допустим, в корпус, он согнулся тоже, не может дышать. Отчитываем сразу нокдаун. Здесь главное не потеряться, начинать отчитывать сразу. Лучше, если вы видите какое-то техническое действие, нанес удар, он чуть подсел, либо спустился вниз, начинайте, лучше начать считать. И потом понять, что вы допустили небольшую ошибку в том, что вы спротыкнулся, либо ковер был плохо уложен, провалился в эту дырку. Лучше начать считать, потом уже решением тройки подойти и сказать, да, как показалось, что он нокдаун, но увидел, что парень не получал, споткнулся и все что-то. И в решении тройки судей можно отменить этот нокдаун. Но начать считать лучше, лучше начать считать, потому что если вы не начнете считать, то уже потом вы его не откроете. А реально нокдаун допустим будет. Если вы получаете два нокдауна, любые нокдауна, два нокдауна в ногу в одной встрече, два нокдауна по корпусу в одной встрече, два нокдауна в голову в одной встрече по мужикам, то спортсмен снимается с соревнований, то есть два нокауна в ногу, снимается с соревнований. Если один нокаут в голову, то есть по встрече, нокаут в голову, да, тоже снимается соревнований. Нокаут в ногу, нокаут в корпус снимается со встречи, продолжает дальше пить. Значит, в юношких правилах у нас любой нокдаун приравнивается к нокауту. То есть он получил нокдаун в голову, он снимается в соревнованиях. Здесь надо внимательнее, чтобы в юношких соревнованиях по юношам лишний раз за какие-то непонятные удары не отчитывать, не давать за это нокдаун, потому что вы можете просто от парня лишить медали и так далее. То есть он в ситуации, допустим, провалился, но вы начали отчитывать и не отменили этот нокдаун. Всё, парень снялся в соревнованиях, он не может дальше ни утешаться, ни пинться в этой прессе соревнованиях. Значит, за что ещё такой момент, за что он снимается в соревновании? Если при удушении он засыпает, то есть ему делают удушающий приём, он не сдаётся, засыпает. То же самое, снимаем соревнования сразу. Разница между спортивным самбо и боевым самбо. То есть у нас удушающие приёмы можно делать, у нас можно делать болевые приёмы, стойки. То есть он сделает ему рычаг локтя, он встаёт и висит ему на руке, он дальше продолжает делать. И это разрешено. Может делать удушающий приёмы, стойки. Так. Значит, какие действия у нас при нокауте, при нокдауте? Нанесли удар, соперник упал. Мы начинаем сразу отсчитывать. Отсчитывая. Если он встаёт, но не успевает остаться до 10 секунд, мы перекрещиваем руки. Всё, встреча закончена. Победил противоположный супруг. Если после удара он падает, мы понимаем, что это другой нокаут. Мы в любом случае должны начать считать. Раз, два. И уже после этого понимаем, что он не встанет. Всё, другой нокаут. Видно, что встреча закончилась. Дадуты считали, переворачиваем его на бок. Сначала мы перейдем на бок, потом расстёгиваем шлем, да и достаем капу оттуда. Дальше мы ничего больше не делаем. Дальше уже вызывают врачей, руководителей ковра. И только первую медицинскую помощь оказывают врачи. При не имении права оказывают никакую медицинскую помощь. Здесь ваша задача расстегнуть шлем и достать капу. Всё. Значит, при нокдауне. Значит, так же. Нокдаун включился, мы отсчитали. После этого показываем, ещё раз говорю. Оценку за нокдаун, потом оценку за бросок. И после этого, если это 4-4, скрещиваем руки, не путаем. Мы не можем сначала скрестить руки, да, потом начать ему что-то отсчитывать. То есть, действия ваши, знаки должны быть последними. Так. Значит, какие удары у нас запрещены? Удары под плечицей, мощно пушки так как он показывает, удар рыбки с локтем спрестили repentance. Удары шеи, удары к затылок. Затылок у нас начинается от уши. Здесь включается все, что дальше с этой части. Все это в затылочной части. Удары в тягушке запрещены. Также удары против естественного слипа, то есть в колено задал и так далее. Но при этом удары сбоку у нас разрешены. Запрещены только против естественного слипа. Всем понятно, да? Умышленные удары в партнер. Это все запрещено. То есть если в какой-то ситуации, допустим, неумышленный подвернулся в этот момент под удар, это как бы не наказывается. Также в партнере запрещены удары. Если партнер находится в партере, вы в стойке. И удары ногами и руками по партнеру, находящимся в партере, запрещены. Они разрешены только в том случае, если вы сами находитесь в партере. Это должно быть касание либо одним коленом, либо на двух коленах. Либо у вас вес тела полностью находится на нем. То есть в этой ситуации смотрим. Если убрать соперника из-под меня, я упаду, значит это положение партера. Если я, допустим, вот так вот сел, если он из-под меня уйдет, то я просто, грубо говоря, останусь в стойке. Значит это положение в стойке. Здесь у нас четкое положение, что если его выбирают партнер из-под вас, вы падаете. То есть вы облокачиваетесь на него. Вы не просто его придерживаете, да? Вы облокачиваетесь, вес тела на него перебросили. У нас принято решение, что на московских соревнованиях в юношек добивания в голову разрешены. Хоть и в правилах написано, что удары в юношек партеры наносят только по корпусу. В московских соревнованиях, на Москве и так далее у нас все удары в голову в юношек разрешены. Кроме ударом головой и ударом коленом. То есть в партере добивать мозг по голове. Так же по корпусу. Значит, что такое пассивная защита? Многие либо долго ждут, либо просто не видят эту пассивную защиту. Вот, допустим, он закрылся, да? Я его начинаю наносить. Удары могут быть как акцентированные, да? То есть они мощные. То есть надо смотреть по ситуации. Если он просто наносит удар, он вот так вот включит. Ну, здесь досчитали до трех, да? То есть он за эти три секунды может навести ему удары. Четыре, пять, шесть, семь. В зависимости от того, с какой скоростью он бьет. И удара так же мог бы быть. Прямо со всей силы он пробивает. И таких ударов, если подождемся, допустим, пять-шесть, это может быть критично. Здесь вот если акцентирован сильный удар, то три-четыре удара достаточно. То есть он пробил ему раз, два, три. Все, поднимайте. Пассивная защита у нас показывается. Отстается. Отстается. Судья доказывает. Закрытие. Предупреждение. Обратно пропускается. Значит. Еще. Пассивная защита. Допустим, вот он лезет, хватает одну мою руку. Одну руку схватил. Здесь все равно пропускает. Разокрылся. Здесь вот. Тоже пассивная защита. Если я наношу удары, он там пытается уйти, но при этом пропускает, да? Это не пассивная защита. Он пытается выпить. Да? Пропускает. Ничего страшного. Он пытается выйти. Это у нас не пассивная защита. Значит. Что у нас еще разрешено? Что запрещено в спортивном самбо? В спортивном самбо заведения руки за спину запрещены. В боевом самбо это разрешено. То есть мы можем спокойно его заводить за руку. О, нет. То есть это не наказывается. Так. Значит. Такая ситуация. Удары в затылок у нас запрещены, правильно? Да. Если я в партере, начинаю его добивать, но он специально поворачивает шею, голову под мой удар. То есть специально подставляет затылок. Удар у нас это импульсивное движение, да? Если я его начал, его уже тяжело остановить. Если судья видит, что вот он смотрит на мой удар, да? Тогда я начинаю его бить. Он сюда подвернул. Я начинаю сюда бить. Он туда подворачивает. Это сразу наказание. Это он вас провоцирует на запрещенный прием. Его надо наказывать. То есть он специально подворачивает затылок. Замечание или приближение? Что сейчас? Замечание или приближение? Наверное. Замечание. Так. Значит. В положении в партере, допустим, у нас слетел шлем. Значит, здесь мы не поднимаем их сразу стойкими, потому что это может быть какое-то техническое действие идет. Здесь надо сказать фразу, что по голове мы не бьем. То есть удары в голову запрещены. Смотрим на развитие ситуации. Если ситуация не развивается, поднимаем их стойкими. Самое главное, успеть сказать фразу, что мы по голове не бьем, потому что наш шлем защищает на 40%. Берет на себя силу удара. Удушающий прием у нас разрешен. Да не застеги. С отворотом. То есть любой удушающий прием у нас с отворотом. Душающий прием у нас с задней, здесь, руки. Удушающий прием у нас спереди. Но спереди, смотрим, обязательно у нас должна быть приквачена рука. То есть удушающий прием проходит с прикваченной рукой. Если у нас удушающий прием проходит без прикваченной руки, это наказывать. Также можно делать удушающие ногами с рукой. Без руки удушающие делать нельзя. Полевые удушающие стойки также, еще раз повторяюсь, разрешены. Значит, по перемещению орбита. Орбитер во время боя должен находиться рядом со спортсменами, чтобы успеть в любой момент влезть в бой, вмешаться в третьем. Потому что спортсмены находятся в шлемах и очень часто могут не слышать свисток. Если в спортивном самбо, судя, если в группу отсталость, то в боевом самбо он должен находиться всегда в непосредственной близости со спортсменами, чтобы в любой момент успеть вмешаться. Также в партере. Идет какое-то техническое действие не в партере. Судья свистнул, ушел. А они там дальше продолжают биться. Он разворяется, перевозрачивается, такой, что вы там, что бьете, что ли? Значит, здесь у нас должно быть свисток, и мы касаемся спортсменов, чтобы они поняли, что идет вмешательство третьего человека, и иначе надо прекратить встречу. Здесь свистнули, коснулись. Все, смотрим на них, они стали готовы биться. Дальше продолжайся. Значит, какой-то диалог должен вестись с спортсменом, чтобы он понимал, за что его наказывают и так далее. То есть, допустим, идет удушающий прием, вот я его душу. Как мне понять, чтобы он не заснул? Говорите ему, чтобы было понятно ему, Ивану. Моргает, моргает. Не закрывай глаза. Он не закрывает глаза. То есть, чтобы мы понимали, а в стадии засыпает он или не засыпает. Если он не отвлекается на ваши какие-то команды, то все, принимаем стойку, свистонка, чистая победа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А можно ли отвлевать соперника, который находится в флагтере, в положении коленового желателя? То есть, я, я как мужчина, может, соперник находится на спине, я ставлю коленовый живот, допустим, в квадрат ворот, и начинаю отвлевать. То есть, согласно спортивному самому, нельзя надеяться коленом на коленового соперника. Когда мы обедем, то живот налеговый. В боевом самбо можно ставить коленовый живот, и начинать отвлевать. В боевом самбо разрешено все, что разрешено в спортивном самбо. Плюс определенные моменты, которые прописаны в боевом. Соответственно, что запрещено в спортивном самбо, и отдельно не прописано в боевом, запрещено. Если вы коленом контролируете и бьете, это нормально. Если это фиксация, то это разрешено. Если это давление или со спины давление, то это запрещено. Я понял. Что случилось? Что еще он говорит? Саня. Вопросы? Спасибо. 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 Всем большое спасибо.